МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классические однотонные, яркие, разноцветные. В магазинах представлены тетради на любой вкус. Для первоклассников можно взять обычную зеленую тетрадь либо с каким-то персонажем красочным. Ребенку будет интереснее заниматься, глядя на своего героя, чем просто зелененькую тетрадку. Обратите внимание не только на обложку, но и на бумагу. Если она отдает серым цветом или желчизной и по плотности напоминает газету, то такие тетради лучше не брать. Не менее важную роль играет четкость линий и клеток. Старшеклассникам стоит присмотреться к предметным тетрадям, где на последних страницах есть подсказки с формулами. Дневник должен вызывать у ребенка только положительные эмоции. Позвольте своему чаду поучаствовать в покупке самого главного школьного документа. Для младших классов стоит присмотреться к дневникам в твердой обложке, которая прослужит дольше. И не забывайте о качестве бумаги. Для учеников младших классов, которые еще не освоили навыки письма, стоит выбрать обычные легкие шариковые ручки, у которых толщина стержня не более 0,7 мм. А чтобы пальцы во время письма не скользили, обратите внимание на силиконовую насадку. Покупая ручку в магазине, попробуйте написать ей пару строк и попросите ребенка сделать то же самое. При выборе простых карандашей обычно ориентируются на мягкость грифеля и форму. Идеальным вариантом станет тот, на котором стоит обозначение TM или HB. Он не будет царапать бумагу и скользить по ней. Специалисты рекомендуют покупать карандаши с трехгранной формой, так как круглыми писать и рисовать неудобно, а от многогранной формы быстро устают пальцы. Выбор пеналов сегодня огромен. Конечно, очень удобно, когда в него могут поместиться все принадлежности для письма и рисования. Но большие и объемные они могут занимать в рюкзаке много места. Лучше выбирать мягкие пеналы, у которых есть удобное отделение и застежки. Для младших классов, конечно же, удобнее два-три отделения, чтобы было в один отдел. Вы положите карандашики и фломастеры, а в другой отдел уже ручки, простые карандаши и линейки. Для старших классов простые тубусы. Тогда они наполняют уже просто ручки, карандаши, линейки, ластики и корректоры. Выбирая рюкзак для школьника, помните о том, что он влияет на осанку ребенка. Причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Для младших классов важную роль играет жесткая ортопедическая спинка. Она равномерно распределяет вес и освобождает позвоночник от чрезмерной нагрузки. Ширина рюкзака должна находиться в пределах спины школьника. Укрепленное дно, плотный каркас и водозащитная ткань уберегут ранец от повреждений. Лямки должны быть широкими, мягкими, с регуляторами длины и фиксаторами. Современные рюкзаки должны быть обязательно оснащены светоотражающими элементами. В темное время суток очень важно, чтобы ребенка было видно водителем на пешеходных переходах. Когда осторожающая лента светится, конечно же, водитель обратит на это внимание. Школьная принадлежность играет немаловажную роль в том, чтобы ребенок с удовольствием посещал занятия, делал уроки и приносил домой хорошие оценки. Помните об этом, когда будете покупать концтовары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова